Ежедневно жители 16-этажки по улице Ильи Репина 1 с самого утра слышат, как под их окнами шумят строители. Работы здесь не прекращались. Проверка инспекции государственного строительного надзора экспертизы выявила нарушения, в связи с которыми одному из застройщиков дома по документам 6-этажного грозит административное наказание. Я так понимаю, человек не хочет или не желает понимать, в каком государство живет и какими законодательными документами он должен руководствоваться при строительстве или застройке данного участка. Поэтому с такими нерадимыми застройщиками будем правыми рычагами бороться. Правительство Севастополя обратилось в Гагаринский районный суд с требованием о сносе незаконной постройки за счет застройщика. Здесь этого, видимо, не знают. На заборе до сих пор висит информация, что идут подготовительные работы. Вот такая она – подготовка в 4 этажа. Жители соседнего дома в шутку говорят, что свои автомобили ставят возле дома как можно плотнее, чтобы перекрыть доступ к строительной технике. Но если быть точнее, для машин и места другого нет. Хотя когда жильцы вселялись в дом, построенный по заказу ЦКБ «Коралл», им обещали и автостоянку, и детскую площадку. Я не знаю, каким образом ввелся этот дом в эксплуатацию, потому что наличие благоустроенной площадки, в том числе детской, это обязательное условие принятия этого дома в эксплуатацию. Одно я могу сказать, что на собрании жильцов, которое застройщик ЦКБ «Коралл» устраивал в лице председателя правления Ленского, Виктора Федоровича, он лично обещал, что такая площадка будет построена не позднее весны 2013 года. Придомовой территории здесь практически нет. Для детской площадки отвели крохотный уголок. Хотя, по словам жильцов, рядом есть пустырь, на котором изначально и предполагалось построить площадку. Родители готовы все сделать самостоятельно, но просят, чтобы им для этого выделили землю. Мы не беспредельщики, мы родители детей, которым нужна детская площадка. Мы просто хотим, чтобы наши дети гуляли на безопасном территории. У них было место мячик, у них была песочница, качеля. То, что должно быть для нормального детства, для развития. Территорию, где изначально жителям дома обещали построить детскую площадку, нынче пустуют. Вместо этого им предлагают создать все условия для детей вот на этом небольшом пятачке. Надо отметить, что дом по улице Репина-1 строила компания АТФ, президент которой один из собственников участка на Восточной 9, предприниматель Али Кылынч. По словам заместителя главного конструктора ЦКБ «Коралл» Владимира Жесткова, детскую площадку обязательно построят. Хотя это не было предусмотрено проектом. Но построить площадку невозможно, пока не будет сдана в эксплуатацию подстанция рядом с домом. Несмотря на то, что она полностью готова, ее, по словам Владимира Жесткова, не хотят принимать в Севастополе «Энерго». До тех пор, пока «Севэнерго» не примет нашу подстанцию и дом нам не включит, хотя принято всеми экспертизы сделать, мы, естественно, не можем в том месте, где дети будут гулять, ставить детей на живое. По словам Владимира Жесткова, большой участок рядом с домом тоже будет задействован. Там планируют построить спортивные площадки. Вот только когда – неизвестно. И разбил коленку. И хочу играть в футбол на траве. Лучше играть там, на траве. Там больше территория. Там хоть играть можно. Тут везде машины, парковка. Василий Косенко, Дмитрий Лилека, Севенформбюро.